Эртопринадо химитрактат кедущин даф сам издалили 64-й основной двери от Ураиля и уничтожат консерлим, халам и ведроще, бегам Фрида Бат Сара, Насхадам Исруфатам Исраэль, Ушам Вариз Баулам, Шалум Баариз Баулам, Ведратошим, чтобы это изучение тоже было заслуга всем ранним, чтобы они выздоровели Ведратошим, все плененные были освобождены, и война быстро и закончилась полным уничтожением врага Ведратошим. Следующая мечта говорит так. Отец говорит, я молю девушку свою, которая была меньше 12-12,5 лет, я ее осветил. Или он говорит, я ее осветил, то есть выждал за нее кого-то замуж, да, осветил, кедущин взял, еще замуж она не вышла, кедущин взял, уже она считается на 50% замужней, и потом еще получил гетто для нее тоже. Все это, пока она была маленькая, то есть она еще до 12 лет уже, как бы, наполовину вышла замуж и уже развелась. Вария Икта, она Нейман, и когда это все он говорит, это происходит, она еще до 12-12,5 лет, она еще маленькая девочка считается, мы ему верим, и она поэтому не имеет права выходить замуж за Коэн, потому что она уже была разведена, даже если она еще с мужем, в принципе, не жила, у нее был только кедущин и потом герущин. Почему? Потому что даже сейчас он может это сделать, он может ее выдать замуж, потому что она еще до 12-12,5 лет. Но если он говорит, я ее выдал замуж, и потом она развелась, я развел ее, когда она была маленькая, но сейчас уже ей больше, чем 12,5 лет, она уже взрослая, мы ему не верим, потому что сейчас он уже эту взрослую девочку замуж выдать не может. Дальше он говорит, она была взята в плен, но я ее потом выкупил, неважно она в тот момент, когда он об этом говорит, что она была в плену, она уже взрослая, или она еще ребенок, мы ему не верим. Почему? К сожалению, как мы видели это 10 дней назад, 12 дней назад, что когда, так мы уже сопоставили, девушку, которую взяли в плен, над ней, скорее всего, надругались. И мы видели, что эти изверги сделали действительно с девушками, над ними надругались, поэтому она уже замуж за коэном выходить не может. Но в этом случае мы не верим ее отцу, что она была в плену, и он потом ее выкупил все это время, пока она была маленькая, и она поэтому запрещена коэном, но она разрешена коэном. Мы ему не верим. Почему? Сейчас он не может это сделать. Он сейчас не может ее отдать в плен. Сейчас, и если она маленькая, или если даже она взрослая, спрашивает Гмара, что разве он действительно может ее выдать замуж и ее потом развести? Если он никому не дойдет, то он сможет на ней жениться. Во-первых, да, если он может ее выдать замуж, кто сказал, что муж потом согласится с ней развестись? Это не папа решает, это муж решает. И даже когда он хочет ее выдать замуж, кто сказал, что он найдет кого-то, чтобы на ней женился? Поэтому Гмара на самом деле вообще объясняет, что здесь происходит. Он ее, получается, здесь запрещает не только коэну, но и тому, чтобы она ела труму. Потому что девушка, которая имела связь с неевреем или с тем, кто до нее запрещен, она называется уже зона. Она блудница. И поэтому она труму не имеет права кушать ни в доме своего мужа, ни в доме своего отца. С мужем она уже жить не может, потому что девушку, которую женщину замужнюю за простым евреем, не дай бог, изнасиловали, она мужу разрешена. Но коэну она уже запрещена. Гмара приводит несколько возможных вариантов, когда все-таки папа как бы мог ее выдать замуж неправильно. Что мы говорим? Что мы не верим ему, что он ее отдал, что она была в плену, и поэтому она запрещена коэну, и поэтому ей запрещено кушать труму, потому что папа это сделать не может. Говорит Гмара, он может отдать ее халал. Кто это халал? Коэн, который женился на разведенной. Имел право или нет? Не имел права. Сын, который у него родился, называется халал. Он неправильный сын. Халал, а слово холь. То есть он не коэн, он будет не человек, ни святости коэнов не имеет. Он женился потом на женщине. Эта женщина халала, и ее дети тоже халалин. Он говорит, о, вот папа мог ее выдать замуж. И теперь она, когда вышла замуж за халала, за этого неправильного сына коэна, она труму не имеет права кушать, говорит Гмара, нет. Мы идем по мнению, это мечтает, по мнению раби Достай Бенниуда, который говорит, что если она вышла замуж за халала, и она не считается халала, потому что ее дочки, по его мнению, имеют право выходить замуж за коэнов, и как ее дочки имеют право выходить замуж за коэнов, и она тоже имеет право выходить замуж за коэнов. Поэтому, опять, папа не смог ее запретно запретить ей выходить замуж за коэнов и кушать труму. Я думаю, он будет халал, который читает, да, он будет, скорее всего, читать Исраиль. Теперь, говорит Гмара, все равно, в этом случае, можно будет кушать труму, потому что, по мнению раби Достай Бенниуда, это спор, что тот, кто, девушка, которая вышла за халала, если она становится за халала, если она становится халала, и ее дети халала, раби Достай Бенниуда, говорит, что нет. Гмара, окей. Тогда, говорит, он может ее выдать замуж за мамзера, и тогда, если запрещено, он будет кушать труму. Говорит Гмара, нет. Эта мечта идет по мнению раби Акиба, который говорит, что все запреты, которые есть по Торе, то есть, есть запреты лови, правильно? Брать не может жениться на сестре, и так далее. Все эти запреты, которые запрещены по Торе. Коэн на разведенный, коэн готовен на вдове, все это надо им сейчас посмотрим чтобы там кинучи не действует поэтому она не становится запрещенной а есть руму хая вера вин где запрет поторе танки души даже если он женился на ней помимо раби кива это не действует и дети мамзер давай теперь окей тогда так как она скажем папа и увидел замуж пока она была маленькой у него муж скончался она стала армана настала вдова он может убедить за коинга доля но говорит мы идем как раз и май который говорит не за что раз и май был один из величайших мудрецов последних поколений поколений мудрецов мишны бы жил примерно во время раби удахана си и раби йоханан и другие его коллеги выдающиеся амура им они ученики раби си мая весьма и говорит что веке ва считает что во всех случаях ребенок становится мамзер кроме армана которая вышла за коинга доля там написано в торе что его дети этого коинга доля который женился на вдове не имел права они становятся халалим а халалим от него рождается но не мамзере мы можем сказать что это идет по мнению раби еще вам который объясняет что граби кива говорит он тесно говорит давайте пойдем протестовать и будем кричать против раби кива что рамки вага во всех этих запрещенных связях которые тора запретила и там козань и там запрет лап запрет жениться на этих на там кому чак он разведён и так далее что там говорит мамзере там кедущей не действует вам снять комметатор говорит причем пойдем против от против от раби акива потому что когда робе кива спорить с другим мудрецом один на один аллаха как рабе кива говорит давайте вы со мной я про я не согласен с мнением рабе кива если еще кто-то будет со мной то аллаха не будет как рабе кива что эти дети не будет считаться мамзарим как бы там ни было мара говорит что отсюда мы видим что папа не может ей сделать кедушин которые запретят ей кушать струму окей может быть он может ее отдать замуж за того кому нельзя выдавать и это повелительная митва как править что человек не имеет права в 3 первых поколениях жениться выходить замуж за египтяни и доме тянина может он отдаст ей в конце концов нет все что мы говорим все эти вопросы отпадает что как мы можем сказать им знали изначально разве папа может ее даже сейчас вытись за выдать замуж если на ней никто не захочет жениться или даже если он выдал ее замуж он сможет получить ее мужа кет если он не захочет давать поэтому откуда мы знаем что папе мы верим что если девочка была маленькая и он где бы дал ее замуж и получил для неё get в этом случае мы верим но это что она была в плену и потом я освободил этому мы не верим по суку написано в торе и битин на так или еще раз отец говорит когда я думаю это говорится о случае когда ее муж приходит и говорит я на ней женился она была не девушка тогда отец говорит о я это я это я свою дочку отдал этому человеку теперь говорите интересно когда только и битин на так или ищь дочку свою я выдал за человека за мужчину о теперь она стала запрещена для всех мужчин никто не имеет права нас извиниться но когда дали ищи хазе этому тогда она для всех запрещена для него она разрешена поэтому бенису и не раха манала когда вопрос идет о том что выдать ее замуж тора верит отцу что он выдал ее замуж когда она прошла банки даже из потом bugs она развилась она может за Festival не все на yard но то что касается взрослые девочки уже она была маленькая сейчас когда он приيت говорит что правда жур врага была маленькая наша взрослая мы ему не верим и даже когда она была многие и дальше час но маленькие что она была в плену я освободилась мы тоже ему не верили Наранной amen ваша проекту и осталось мы тоже ему не верим по вернее I кие Estromu ей будет не запрещено Вопрос, который разбирает Хахамин. Женщина, которая была замужняя, и она имела связь с Коэном. Мужа в это время в городе не было, точно полгода его, скажем, в городе не было. Она забеременела, через три месяца она родила. Через три месяца после приезда мужа она родила. Теперь 100% это ребенок от Коэна. Это ребенок Мамзер или Мамзер? Это ребенок Мамзер. Но он Коэн или нет? С одной стороны, с этой комары можно сказать, что он может быть халат, или он Коэн, или он Мамзер. Говорят, в конце пришли к мнению, что если он уже Мамзер, то он уже не Коэн. И, скорее всего, в Бетамикзач ему заходить будет нельзя. Он Мамзер, он Мамзер. Другой случай был. Теперь Рашба с вашим вопросом. Что? Все-таки имеет ли право ее отец выдать за того, кому запрещено? Как можно за, как мы сказали, египтянина, эдумитянина, но, как мы сказали, объясняет Рашба, говорит, нет. Торар разрешила папе выдавать дочку маленькую замуж. За кого? За того, кому разрешено выходить замуж. А за такого не разрешено? Не имеет права освещать. Другие интересные вопросы были такой. Клозу Баргав разбирал, к нему приходит его хасид и говорит, видимо, его хасид был кто, спросили его вопрос. Он говорит, однажды я был дома, был шум в детской комнате, я пробежал к комнату. Кто-то из этой комнаты вышел. Там была моя дочка. Я говорю, что случилось? Она сказала, ну вот, был человек, хотел что-то со мной сделать, и там было немного крови. Теперь она выросла, теперь нужно ее выдавать замуж. Он говорит, могу ли я ее отдать замуж за Коэн или нет? Папа спрашивает, может быть с ней это негодяй. Это когда она была ребенком, что-то натворил. Тогда она скажет, что скорее всего, то, что ты сейчас расскажешь через 10-15 лет, то, что тогда произошло, может, ты не совсем вспомнишь. Кроме этого, мы сказали, мы здесь папе не доверяем, чтобы он ее запретил. Поэтому, возможно, там было важно. Другой вопрос. Человек женился на одной женщине, у него детей не было. На второй женщине детей не было. На третьей женился уже под старость и родился у нее ребенок. Что люди стали говорить? Скорее всего, она нагуляла. И он умер. У него умер. Они говорят, это не его ребенок. Он умер бездетным. Нужно я делать с халица или нет? Скорее всего, не нужно. Ее брат должен я сделать с халица или нет? Почему нет? Потому что если это ребенок его, тогда халица не нужна. А если это ребенок не его, он не дай бог вам зер, то тогда сота или блудница, ей халица не делась. И ей халица так и так в любом случае делать не нужно. Еще один вопрос, который такой. Вопрос. А человек женился на женщине. У них родился ребенок, но он говорит, это 100% не мой ребенок. Он с ней разводится, женится на другой женщине. И потом умерет без детей. Вторая жена, ей нужно сделать с халица или бум или нет? Или же мы говорим, что тот ребенок все-таки может быть его? Как мы с вами говорили. По закону человек не может заплатить свою жену. По закону человек не может сказать, что мой ребенок вам зер. По закону мы говорим, что даже если, не дай бог, жена где-то что-то натворила, то большинство отношений интимных между мужем и ее женой, именно между мужем и женой, а не чужими людьми. Поэтому мы идем за большинством. И скорее всего, даже несмотря на то, что он думает, что этот ребенок вам зер, скорее всего, этот ребенок не вам зер. И халицу там наверняка делать второй жене не нужно. Следующая мечта говорит. Человек перед смертью говорит своей жене или тем, кто там находится, у меня есть дети. Он умирает сейчас без детей. У него с этой женой детей нет. Он говорит, у меня есть сыновья, скажем, от другой жены. Мы ему верим или нет? Мы ему верим. И поэтому ей халица или игум не нужно делать. Она имеет право выходить замуж за кого она хочет. Но если он говорит, у меня есть брат, а сейчас он умирает без детей, значит, сейчас его жена, его вдова должна будет найти его брата, чтобы он сделал ей халица или игум. Мы ему верим или нет? Мы ему не верим. Теперь говорит Мара, почему? Выходит отсюда, мы видим, что с этой мечтой. Нееман леатир веено нееман леатира веено нееман леосра. Мы ему доверяем, мы ему верим, чтобы ее освободить от игума и от халицы. Но мы ему не верим, когда он хочет ее запретить всем другим, пока у нее не будет халица и игум. Скорее всего, здесь он просто хочет ее помучить, хочет ее ей напортачить. Но говорит Мара, Рэби говорит, что Человек, когда женился, женщина говорит, слушай, я не хочу за тебя замуж выходить, а если ты умрешь бездетно, не дай бог, что будет? Где будут твои братицы? Он говорит, слушай, у меня есть дети, у меня есть сыновья от предыдущего брака, скажем. Но когда он умирал, он говорит, нет, ты знаешь, у меня нет сыновей. Когда женился, сказал, есть. Она не должна делать с халица. Когда умирал, сказал, нет. Теперь дальше. Или, биша, отхидущий на Мар, эль-Лохим. Когда он женился на ней, он сказал, у меня братьев нету, поэтому у тебя не будет проблемы с халица и игум. Когда умирал, биша, отмита, Амар, еш-Лохим. Говорит потом, нет, у меня есть братья. Теперь она должна его найти, сделать с халица. Рэби говорит, не ман ла тира вено, не ман лосра. Рэби говорит, мы ему верим. Когда он разрешает ее, без халицы и без игума, выходить замуж за другого другого. Но запрещать мы ее не запрещаем. Рэби Натан говорит, нет. Она, мы ему верим даже, что она была запрещена. Теперь. Он говорит, обычно перед смертью человек действительно говорит правду. Были случаи, например, женщина умирала при смерти, была. И потом она позвала разница, сказала, я умираю. Я хочу признаться, что у меня был грех. Я согрешила, будучи замужем с другим мужчиной. Дай мне текун. Потом чудесным образом она выздоровела. Был вопрос, имеет ли она право продолжать жить со своим мужем или нет. Другой вопрос. Шохет, который при смерти был, болел, и прозвал ранее скотов, было время, что я, к сожалению, кормил людей некошедным мясом. Тарифай не вела. Я хочу текун. Потом он выздоровел. Можно ли его обратно взять или нет? Теперь мы говорим, что правило. Человек не может сказать про себя, что он злодей, что он раша. Когда? Когда он живой, когда у него все нормально. Но при смерти обычно люди говорят правду. Возможно, там мы будем им верить. И здесь мы тоже говорим, что Рабина Тан говорит, что Нейман, он сейчас не хочет попасть на тот мир. И ему скажут, почему ты своей жене не сказала, что у тебя есть брат? И она вышла замуж без халица. Она еще считалась замужней женщиной, не имела права ни за кого выходить. Поэтому он перед смертью говорит, что Рабина Тан говорит правду. Правду. Теперь, что у нас есть? Брата и Мишна, которые вроде бы противоречат. И для того, чтобы их помирить, Гмарат говорит так. Мат, Нейтин, наша Мишна говорит про какой случай? Дело мухзак ло беахе, вело мухзак ло бивне. Было предположено, или все предполагали, понимали, что у этого человека мухзак лан беахе. Дело мухзак лан беахе. Что у него братьев нет. Вело мухзак ло бивне. Наша Мишна говорит, как мы сказали, мы предполагали, что у него нет ни сыновей, ни братьев. Поэтому Рабина Тан говорит, в этом случае Рабина Тан согласится, что он не может забрать свои слова обратно. Почему? Если у него нет братьев, значит, у него нет братьев, ей не нужно делать халица и бум. Сыновей нету кто? Нету, нету. Они не мешают. Поэтому он не может сейчас ее запретить другим. Но, а братьев про что говорит? Братьев говорит, что мы предполагали, что у него есть братья, но у него нет сыновей. И тогда она должна была делать халица и бум. Потом, перед смертью, когда он женился, бики души, он что говорит? Опять, да, что он говорит? Биш ад кидушин амар еш лубаним, биш ад кидушин амар еллахим. Когда он женился, что мы сказали? Мы предполагали, что у него есть братья, но нет сыновей. Но он женился на ней и говорит, нет, у меня сыновей есть, а братьев нет. Наоборот, от того, что мы предполагали. Давайте, Мурако. Четыре. То есть, что он говорит? Мы предполагаем, что у него есть брат, и она должна получить с халица или бум, если он умерет без детей. И у него нет сыновей, поэтому нужно делать с халицем. Но он, когда женится, говорит совсем наоборот. Он говорит, нет, у меня нет братьев, но у меня есть сыновья. Что он делает? У него была хазака, предположение. Сейчас он это меняет. Теперь. Как он может себя оправдать? Он скоро сказал, даже если бы у меня был брат, или даже у меня, если бы не было сына, я тебе, когда мы женились, что сказал? У меня братьев нету, а сын есть, и поэтому тебе халица не нужна. Даже если это было бы наоборот, как люди предполагали, или как думали про меня. Я перед смертью дам тебе гет. За пять минут до смерти я дам тебе гет. И тебе не нужно будет искать моего брата, и не важно, он у меня есть или нет, и не важно, у меня есть сын или нет. Но сейчас, когда по этому перед смертью он берет свои слова обратно, что получается? Когда он женился, сказал, у меня есть дети, сыновья, а сейчас, когда при смертью говорят, у меня нет сыновей. И теперь он говорит, у меня есть братья, а когда женился, говорил, у меня нету братья. Теперь что он делает? Он делает, что она снова должна будет искать его брата, чтобы получить халица или ибум. Теперь, ребя говорит, мы ему не верим, чтобы он ее запретил. Почему? У них спор в общем. Мали ли шакерки едим дам. Когда он вот это оправдание сказал, слушай, зачем я тебя обманываю? Я дам тебе гет, если ты будешь освобождена, за пять минут до смерти я дам тебе гет, будешь освобождена. Вот это оправдание равносильно свидетельству двух свидетелей. Поэтому первое предположение, что у него есть брат и нету сыновей, вырывается с корнем этими двумя свидетелями. То, что он говорит, что я бы дал тебе гет, если бы я умирал, и тогда тебе не нужно будет ничего искать. Поэтому потом, когда перед смертью он опять свои слова, когда женился, берет брат, на что у меня да, есть брат. Эти слова не могут ее обязать, чтобы она искала его брата и сделала халица или ибум. В этом случае мы ему не верим. Почему? Потому что то, что он берет свои слова обратно, не может противоречить свидетельству двух свидетелей. То есть тому, что он оправдал себя, и что я был тебе гет. Поэтому она и ибума освобождена, так считает ребят. Но рабин Атан говорит, нет. Аф не иман ле эсоор, почему? Мали ле шакерки хазака дами, ле ати хазака ве акра хазака ле гавр. То, что он говорит, зачем я тебя обманываю, когда он женится. Если нужно будет адам тебе гет перед смертью, это не как два свидетеля, как говорит реби. А рабин Атан говорит, это тоже как хазака. Это тоже предположение. Поэтому одно предположение вырывает другое предположение, да, но не с корнем, как рабиуда говорит, как два свидетеля. А оно делает первое предположение хазака слабее. Поэтому да, когда он сказал, что у меня нет никого, когда он женился, она была освобождена от Ибума. Но когда перед смертью он взял свои слова обратно, снова это предположение вернулось, и теперь она должна будет получить Ибум. Это это мишна. Дальше. Следующая мишна говорит так. Человек, у него было несколько дочерей, одну дочь он осветил. Пришел человек, говорит, я хочу вашу дочь выйти замуж, вот вам, я не знаю, 100 долларов. Он взял 100 долларов, кто? Какая дочка? Мы не знаем. Что? Эй, на богу город бихлад. Взрослые девочки старше 12,5 лет в это сомнение вообще не включаются. Если он осветил, говорит мишна, кого он осветил, скорее всего, свою младшую дочку. Младших дочерей. Где с младшую дочерью? Что не младшую, а старшую? О. Кеши эншам элла гиду лауктана. О чем мы спорим, у него есть всего две дочери. Одной больше 12,5 лет, другой меньше. Несмотря на то, что мы говорим, что даже у него старшая дочь сказала ему, слушай, я хочу выйти замуж за такого-то человека, возьми у него кедушин для меня. Она его сделала посланником. Все равно мы говорим, если он осветил, он осветил младшую дочь. Почему? Человек, что сделает? Он делает то, что ему приносит доход. Даже это папа. Он говорит, слушай, взрослый кедушин, когда другой человек дает моей старшей дочери 100 долларов дал, 1000 долларов, неважно сколько он дал. Кто эти деньги получает? Получает взрослая дочь. Но если я выдам сейчас замуж свою младшую дочь, которая меньше 12,5 лет, тогда деньги получу я. Поэтому, скорее всего, какую дочку он выдает младшую или старшую, он выдает младшую. Но говорит Морадин, он говорит, не, я же не такой человек. Я же, как я за деньги это не сделаю? А если он говорит, Не, я это не сделал, потому что деньги у меня останутся. У меня митцва выдать младшую дочку замуж. Старшую дочку замуж, уже у него митцва у самой выходить замуж. У меня нет обязанности ее выдавать замуж. Поэтому я выдал именно, мы говорим, что он выдал именно младшую дочку замуж, потому что человек хочет исполнить митцву, которая есть на нем, и не будет делать то, что у него митцвы нет. Хотя, сегодня, вы скажете, что нет у человека в митцвы выдать старшую дочь замуж? Есть. Человек должен, как мы в Сахим учили, там написано так, если твоя дочка подросла, ей уже 12,5 лет и старше, и ты не находишь на кого жизнь, у тебя есть раб, освободи своего раба, пусть он станет евреем и выдай ее за него замуж. Что? Как мы говорили, нужно постараться выдавать своих дочерей пораньше замуж. Теперь. Как бы там, может быть, что она там не выросла, или она подрастает, как бы там ни было, как мы сказали, в этом случае у него две дочери, он не помнит, какую осветил, скорее всего, он осветил младшую дочь, которой меньше, чем 12,5 лет. Пять. Ну, пять. Топ. Продолжает Мишна и говорит так, у человека есть две группы дочерей, то есть у него была одна жена, скажем, там у него две дочери родились, она скончалась, развелась, неважно, потом вторая жена, у него тоже две дочери родились, две дочери от двух разных жён, две группы дочерей. И он говорит, я осветил старшую дочь. Теперь, что он имеет в виду? Я не знаю, я осветил старшую дочь от старших дочерей, от двух старших, или старшую дочь от двух младших дочерей, или младшую дочь от своей старшей жены, потому что младшая дочь из первой группы, она всё равно старше, чем те две от второй. Теперь обнимаем, что говорит. Куламас урод Хусминактанашбектанон. Рабимейр говорит, три дочери его старшей запрещены. Две от первой жены, и вторая старшая от второй жены, кроме младшей, потому что он младшую не включил, он сказал старше, все они могут считаться старшими. Теперь, любую свою дочь человек может назвать старшим. Когда у него дочка подойдет, он говорит, о, тебе уже год, ты уже большая, тебе уже два, ты уже стала взрослой, тебе три и так далее. Но младшую свою маленькую, самую дочь, он не назовет взрослой, он не назовет ее большой, она для него всегда самая маленькая. Что говорит Рабимейр? Как посмотрим? Есть спор между Рабимейр и Рабиоси. Когда человек что-то говорит, вот эту фразу, он говорит, и имеет в виду, четко и ясно, или он даже, говоря фразу, он готов поставить свои действия, или то, что он имеет в виду, под сомнением. Говорит он четко, или сомнением. Рабимейр говорит сомнением, поэтому, когда здесь он сказал, я осветил старшую дочь, непонятно какую, старшую, старшую, первую, вторую и так далее. Человек, как мы учили в Песахе, человек который говорит, я своему другу, я тебе никакой пользы не получу до Песаха. Что значит до Песаха? До начала Песаха, до конца Песаха, до середины Песаха. И Рабимейр там говорит, что так как это сомнение, что он имел в виду, до конца Песаха, ему какую-то пользу от этого друга получать запрещено. Но, Рабьеси говорит нет, Рабьеси говорит нет, все его младшие дочери, три младшие дочери разрешены. Какая запрещена? Только старшая. Когда он сказал, я осветил свою старшую дочь, какую старшую дочь? Самую старшую. Потому что человек не боит себя в сомнении. Когда он сказал старшую дочь, имел в виду самую старшую дочь. И то же самое с Песахом. Рабьеси скажет, что когда человек сказал от Пнея Песах, до Песаха, именно до Песаха, а Песах не включается. Он четко я сказал до Песаха. У Рабьеси был выдающийся учитель. У него был такой вопрос. Человек, который говорит, я посвящаю быка из быков Всевышнему. Какого быка он посвятил? Лучшего самого быка. Человек, который говорит, я осветил свою дочку из дочерей. Мы тоже говорим, что он осветил самую лучшую дочку? Или нет? Или скорее всего, когда человек, ему тяжело, у него несколько дочерей, ему тяжело их выдать замуж. Скорее всего, какую выдать замуж? Та, которая самая, не ходовая. То здесь, возможно, это не будет как освещение, а это будет то, что человек хочет выйти замуж туда, которая ему выдать тяжело. Мечна продолжает и приводит случай наоборот. Человек говорит, я осветил свою младшую дочь, но я не знаю, какую младшую дочь. Младшую дочь от старшей жены или младшую дочь от младшей жены. Огдола, мина, кта нот. О, старшую дочь от второй жены, но она младше, чем дочери от старшей жены. И опять то же самое. Раби Мейер говорит, все дочери младшие запрещены, кроме самой старшей, от самой старшей жены, потому что опять человек вводит себя в сомнение и в заблуждение. Раби Йосик говорит, нет, все разрешены всем другим. Замуж выйти, кроме младшей, потому что, я осветил младшую, имеется ввиду самая младшая. И дальше, Марага, интересно, что, когда у него есть еще средняя дочка, средняя дочка это средняя, ее обычно называют по имени. Младшая дочь говорит, она младшая дочь, старшая дочь, старшая, а среднюю, скорее всего, говорят по ее имени. Теперь вопрос был такой. В городе была лотерея, играли лото. Все жители города, деревни написали, теперь, вытешили билет, билет вышел Йосеф Беншимо, и в этом городе было два человека по имени Йосеф Беншимо. Вопрос, что делать с деньгами? Впервые говорят, все остальные жители говорят, о, эта лотерея не действительно нужно снова. А эти двое, что говорят, но, 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 лотерея действительно, мы сами договоримся, ни один из людей